Тысячи жителей Пензы оказались заложниками действий коммунальщиков, которые перешли на новую систему расчёта тарифов. Горячая вода теперь обходится непомерно дорого. Люди в итоге отказываются платить по счетам. В ситуации пришлось вмешаться чиновникам и прокуратуре. Репортаж Ксении Назаровой. Нагреть воду на газовой плите или воспользоваться электрическим бойлером. Вода будет просто хотя бы подешевле, чем мы платим сейчас за горячую воду. Жители Пензы придумывают разные способы сэкономить. В этом месяце горожанам пришли квитанции об оплате, где стоимость горячего водоснабжения оказалась значительно завышена. Начали подогрев. Сказали, что это связано с подогревом. Наверное, какой-то организации надо перекрыть какие-нибудь долги. И вода-то не пошла серебряная. Она какая была, так и есть. Компания, которая поставляет горячую воду, разделила её стоимость на две части. На саму воду и тепло, которое потратили на подогрев. И предложила горожанам оплачивать эти составляющие отдельно. По закону, кубический метр не может быть дороже 120 рублей. Но в Пензе кто-то заплатит 150, а кто-то все 300. На восьмом десятке преодолеть крутой спуск в подвал непросто. Но что делать, если в доме одни пенсионеры, а счета за горячую воду превысили тысячу рублей с квартиры? Жители сверяют показания счётчиков, проверяют трубы в подвале. Может, где-то утечка. Но всё равно не понимают, откуда взялись такие цифры. Потеря никаких нет. За этим я свершу каждый день. Каждый день так, что ничего нет такого у нас никогда. Жители 11 ТСЖ отказались платить по завышенным тарифам, и теперь их долги исчисляются сотнями тысяч рублей. Председатель жилищного кооператива Тамара Мельникова поясняет, другого выхода у них нет. Пенсионеры такие счета не потянут. У нас таких денег нет, чтобы оплатить такие суммы, чтобы за 321 рубль куб заплатить. У нас таких денег в кооперативе нет. В общем, и вот я решила по 120 рублей 50 копеек. Завышенный тариф – дело рук муниципальной компании, которая снабжает горячей водой большую часть пензы. Городские чиновники теперь пытаются понять, почему слагаемые одинаковые, а суммы выходят разные. Если мы пересчитали бы эти две компоненты в кубы горячей воды, то стоимость кубометра горячей воды для конкретного ТСЖ или жилищно-строительного кооператива для них сложилось бы больше, чем 120 рублей. Мы с каждой конкретной ситуацией будем работать, потому что мы должны сейчас в настоящий момент понять природу сложившейся вот этой разницы, этой дельты. На такую систему оплаты горячей воды, где отдельно считают стоимость самой воды, отдельно тепло, перешли сразу несколько областей. Но подобных проблем пока нигде не возникало. Пензенских коммунальщиков проверят прокуратура, антимонопольные службы и региональные власти. В Гостехжилстроинспекции уже пересчитали новые тарифы. Здесь уверены, допущена ошибка. Нет такой коммунальной услуги, как подогрев. А есть коммунальная услуга горячей водоснабжения. Итогом этой проверки должен быть перерасчет. Излишне уплаченный свыше 125 сумм. Перерасчетом займется специальная комиссия. А пока ведется проверка, долги временно заморозят. Пенни начисляться не будут. Поставщик не сможет подать на жителей в суд. Весной пензенцам пообещали установить новый справедливый тариф.